Николай Алексеевич Островский, сентября 1904 года, в селе Вилле, Острожский уезд, Волынской губернии, 22 декабря 1936 года, Москва, советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь», биография, детство и юность, родился 16 сентября 1904 года, в селе Вилле, Острожского уезда, Волынской губернии Российской империи, в семье унтер-офицера и акцизного чиновника, Алексея Ивановича Островского. Досрочно был принят в церковно-приходскую школу, по причине незаурядных способностей, школу окончил в 9 лет, в 1913 году, с похвальным листом, вскоре после этого семья переехала в Шепетовку, там Островский и с 1916 года работал по найму, сначала на кухне вокзального ресторана, затем кубовщиком, рабочим материальных складов, подручным кочегара на электростанции, Одновременно учился в двухклассном, а затем высшем начальном училище, сблизился с местными большевиками, во время немецкой оккупации участвовал в подпольной деятельности. В марте 1918 июля 1919 года был связным Шепетовского ревкома военная служба и партийная работа 20 июля 1919 года вступил в комсомол. Вместе с комсомольским билетом мы получали ружье и 200 патронов, вспоминал Островский, 9 августа 1919 года ушел на фронт добровольцем, воевал в кавалерийской бригаде Г.И. Котовского и в 1-й конной армии. В августе 1920 года был тяжело ранен в спину, под Львовом и демобилизован. Участвовал в борьбе с повстанческим движением в частях особого назначения. По некоторым данным, в 1920-1921 годах был сотрудником ЧК в Изяславе. В 1921 году работал помощником электромонтера в киевских главных мастерских. Учился в электротехникуме. Одновременно был секретарем комсомольской организации. В 1922 году участвовал в строительстве железнодорожной ветки для подвоза дров в Киев, при этом сильно простудился, затем заболел ТИФом. После выздоровления комиссар батальона Всевобуча в Берездове, был секретарем райкома комсомола в Берездове и Изяславе, затем секретарем окружкома комсомола в Шепетовке, в том же году вступил в ВКП. Болезнь и литературное творчество с 1927 года и до конца жизни Островский был прикован к постели неизлечимой болезнью. По официальной версии, на состоянии здоровья Островского сказались ранения и тяжелые условия работы. Окончательный диагноз – прогрессирующий анкилозирующий полиартрит. Постепенное окостенение суставов. Современные врачи на основании сохранившихся данных о состоянии здоровья писателя и течении его болезни установили, что Островский умер от рассеянного склероза, хотя это спорный вопрос. Осенью 1927 года начинает писать автобиографический роман «Повесть о котовцах», рукопись которой спустя полгода была утеряна при пересылке. После неудачного лечения в санатории Островский решил поселиться в Сочи. С конца 1930 года он с помощью изобретенного им трафарета начинает писать роман «Как закалялась сталь», посланная в журнал «Молодая гвардия», рукопись получила разгромную рецензию, выведенной типа «Нереальная». Однако Островский добился вторичного рецензирования рукописи. После этого рукопись редактировали заместитель главного редактора «Молодой гвардии» Марк Колосов и ответственный редактор Анна Караваева. Островский признавал большое участие Караваевой в работе с текстом романа, также он отмечал участие Александра Серафимовича, который отдавал мне целые дни своего отдыха. В Дзгале есть фотокопии рукописи романа, которые зафиксировали почерки 19 человек. Официально считается, что Островский диктовал текст книги добровольным секретарям. В пользу этой точки зрения свидетельствует то, что Николай Островский и в своих письмах подробно рассказывает о своей работе над романом. Существуют воспоминания современников, свидетелей работы писателя над книгой. Текстологические исследования подтверждают авторство Островского. В апреле 1932 года журнал «Молодая гвардия» начал публиковать роман Островского. В ноябре того же года первая часть вышла отдельной книгой. За ней вышла и вторая часть. Роман сразу же приобрел большую популярность в СССР. В 1935 году Островский был награжден орденом Ленина. Ему были подарены дома в Сочи и квартира в Москве на улице Горького. В 1936 году Островский был зачислен в политуправлении Красной Армии со званием бригадного комиссара, чему немало радовался и по праздникам надевал комиссарский мундир. Теперь я вернулся в строй по этой очень важной для гражданина республики линии. Последние несколько месяцев он был окружен всеобщим почетом, принимая на дому читателей и писателей. Московский мертвый переулок, в котором он жил в 1930-1932 годах, был переименован в его честь. Николай Островский взял на себя обязательство написать новый роман «Рожденный бурей» в трех частях и успел написать первую часть. Но роман был признан слабее предыдущего, в том числе самим Островским. Рукопись романа была в рекордные сроки набрана, отпечатана и экземпляры книги дарили близким на похоронах писателя. Посетивший Островского Андрей Жит восхищенно отзывался о нем в своей книге «Возвращение из СССР», в целом выдержанной в критических тонах по отношению к СССР. Сочинение 1927 «Повесть о котовцах» 1930-1934 «Как закалялась сталь» 1936 «Рожденный бурой» Увековечивание именем Николая Островского названы улицы в десятках населенных пунктов бывшего СССР. В Сочи есть литературно-мемориальный музей Н.А. Островского, в Москве и Новороссийске, дом музея Н.Островского, в Шепетовке, музей в Коростине, парк имена Островского, в Ростове-на-Дону есть парк культуры и отдыха имени Н.Островского, его имя носят городские библиотеки в Кирово-Чепецке, комсомольске, на Амуре и в Кастанае. В СССР существовал всесоюзный литературный конкурс имени Николая Островского. С 1937 по 1998 год Венецкий государственный педагогический университет носил имя Островского. В Хмельницком имени Мостровского названа областная научная библиотека. В Чернигове имени Мостровского названа областная библиотека для детей. Один из теплоходов типа «Москва» носит название Н.Островский. Он приписан к Киевскому речному порту. В ряде городов есть улица Павла Корчагина. Редкий случай названия улицы в честь литературного персонажа. Свердловская детская железная дорога носит имя Николая Островского. Памятники. В Николае Островском установлены памятники в городах России, Белоруссии, Украины и мира, филателии и почтовые марки СССР.